Срок временного пребывания иностранцев в России определяется сроком выданной им визы. Время безвизового посещения нашей страны не может превышать 90 суток. Из этих правил есть исключения, связанные в основном с наличием у иностранного гражданина патента или разрешения на работу. Превышение законных сроков пребывания мигрантов на территории России само по себе серьезное нарушение. Но еще более серьезным является нарушение миграционного учета. Причем как со стороны приезжих, так и со стороны местных жителей. Основным нарушением допускаем граждан РФ при приеме иностранных граждан является фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан. Либо фиктивная регистрация по месту жительства иностранных граждан. И за то, и за другое деяние уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение таких действий. Самым суровым наказанием становится лишение свободы на срок до трех лет. Также закон предусматривает полумиллионный штраф и трехлетний запрет на право занимать определенные должности и заниматься профильными видами деятельности. Что же такое фиктивная регистрация, эффективная постановка иностранца на учет? В том случае, когда гражданин Российской Федерации подает в органы миграционного учета заявление, в котором просит зарегистрировать в принадлежащем жилом помещении иностранного гражданина, но при этом знает, что не будет предоставлять это жилое помещение и не желает предоставлять это жилое помещение для проживания иностранному гражданину. Соответственно, такое действие будет образовывать себе состав уголовно-наказуемого деяния, эффективная регистрация по месту жительства иностранного гражданина. Что такое фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении? По сути, это то же самое деяние, только связано оно с постановкой на временный учет, то есть до 90 суток. Единственным смягчающим обстоятельством считается тот случай, когда местный житель не знал о коварных планах иностранца зарегистрироваться у него в квартире и не жить в ней фактически. Но только если владелец недвижимости своевременно уведомил об отсутствии такого постояльца правоохранительные органы. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.